Сегодня занимаемся адресами и указателями в языке программирования C++. Во-первых, адреса и указатели это разные вещи. Давайте с вами взглянем на оперативную память. Оперативная память компьютера на прямую приложению недоступна. Если вы пишете операционную систему, загрузчик операционной системы, драйвер, то тогда ваша программа будет исполняться в особом привилегированном режиме, который действительно видит оперативную память компьютера с ее физической адресацией. Когда вы пишете приложение к операционной системе, то оно работает в непривилегированном режиме, соответственно, операционная система, она ему сама назначает, какие адреса чему соответствуют. То есть реальный адрес какой-то переменной может быть жесткий диск. То есть оно может лежать на жестком диске в так называемом свопе или виртуальная память еще под Windows называется. А в вашей программе вам кажется, что это в оперативной памяти с таким-то адресом. Понятно? Ну, чтобы вы понимали, что виртуальное адресное пространство совершенно не обязательно заключает, что ваши реальные перемены хранятся в реальной памяти. Они могут быть вплоть до того, что по сети где-нибудь там передаваться в процессе. Но, тем не менее, я сейчас буду примитивизировать, как бы мы живем в оперативной памяти. Так вот, оказывается, память программы, она неоднородна. Есть сегменты, то есть куски памяти. Первый сегмент памяти – это сегмент, собственно, кода. Там находятся бинарные коды вашей программы. Он доступен для программы только на чтение. Писать в него нельзя. То есть тут машинные коды. Ну и мы в него не полезем. На самом деле, он будет исполняться, а читать оттуда собственные инструкции нам заботы нет. А работать мы реально будем с сегментом дат. На самом деле, адреса не идут подряд. То, что я сейчас подряд рисую, реально не значит, что они подряд расположены. Операционная система назначает какое-то число. И где-то, а где-то хранится, вы вообще знать не знаете. На самом деле, кусок памяти, который вам кажется непрерывным, может быть очень сильно фрагментирован. Следующий сегмент называется дата. Дата. Сегмент для ваших данных. Дело в том, что когда у вас есть файл бинарный my.exe Ну, я же подчеркну, что это исполняемая эксактитура. То этот исполняемый файл должен в себе уже содержать не только код бинарный, который будет выполняться, но и начальные значения ваших констант и переменных. Обойтись без начальных данных, ну, невозможно. И они находятся не в сегменте кода. Это сегмент данных. И он тоже в исполняемом файле лежит. Если его открыть текстовым редактором, то некоторые переменные, текстовые, собственно, если вы откроете в соответствующей кодировке, текстовый редактор в соответствующей откроет, то кое-что вы там даже прочитать сможете. Понятно? То есть вот эти значения переменных сегмента дата, текстовых, можно в экзешнике увидеть, если открыть правильную кодировку еще раз. Понятно? То есть у вас процесс загрузки в память, процесс загрузки в память, он, по сути, создает вычислительный процесс, в котором в реальную оперативную память загоняется сегмент кода, то есть он туда копируется. Раз. Сегмент данных создается, соответственно, инициализируется соответствующим образом. И что еще? Что еще нужно в программе для ее нормальной работы? Оказывается, что очень много, так называемых, сегмент стека. Стек. Это, соответственно, область памяти, которая, я сейчас рисую, я мысленно предполагаю, что адреса нулевой тут, а максимальный тут. То есть адресация у меня растет туда. Я когда в первый раз в курсе Северова увидел картинки, а он их берет из западных учебников, у него стек почему-то заполняется вот отсюда. Я удивился, почему стек заполняется отсюда? Оказывается, а в американцах 0, вот здесь адрес памяти, и адреса растут вверх. А в русской литературе наоборот. Но если это в российской традиции, у меня адреса идут туда. Так вот стек, это такой сегмент памяти, который заполняется снизу вверх. И он изначально пуст. Изначально, когда вы загрузились, операционная система выдает некоторое количество так называемой автоматической памяти. Авт-то-ма-ти-ческая памяти. То есть, есть некоторое количество оперативной памяти, которая изначально, ну там, могут быть не нули, там может быть какой-то мусор условный, просто вот в образце выдано какое-то количество дополнительных памяти. Для чего? Для локальных переменных. Она нужна вот так вот, для локальных переменных. Я просто напишу локальные переменные. Локальные переменные. А вот этот сегмент дата, поскольку он реально в памяти лежит, у нас доступ на изменения есть. Конечно, сам язык программирования, если мы допишем квалификатор const, помните, в прошлый раз я говорил, да, что еще const можно дописывать. const int, не просто int. Да? Если дописать const, то сам язык будет контролировать, что вы туда ничего не записываете. На самом деле, а можете соптимизировать и сделать это. На самом деле, некоторые константы в сегмент кода можно вписать, они вписываются туда, некоторые. Но текстовые и длинные числа всякие, они, конечно, вещественные числа, они, конечно, там были. Но смысл в том, что внутри константа на самом деле могут быть и не константы. То есть, если на низком уровне залезть, вот в принципе ваш процесс, пожалуйста, особенно, как сказать, чистый сил, много чего позволяет. Пожалуйста, вы можете в эти данные власти, реинтерпретировать их, как хотите, двоичным, любым способом, типизации. Давайте посмотрим на них, как на чарку, давайте на нас, на плод. Но в любом случае, они у нас, как загрузились, так этот кусок памяти до конца жизни процесса будет в процессе находиться. Вот эта память, как изначально выделена, сколько ее моменту, когда процесс закончится и останется. То есть, когда операционная система, то есть, если таймлайф, я нарисую, MyExe, то у меня начинается с чего? С загрузки. Потом в какой-то момент загрузка, на самом деле, это не мгновенный процесс, загрузка, она занимает некоторое время, но это еще не считается, чтобы вы, процесс стартовал. Потом, собственно, операционная система выполняет, загрузчик выполняет эту шокусу. Потом пошел ваш вычислительный процесс, вам выделили ресурсы, вот эту оперативную память, минимум вот этих 3 сегмента. Когда программа завершилась, завершается, то эти ресурсы оперативной памяти естественно освобождаются для других ручнических процессов. Так вот, но вот эти перемены называются статические. Хотя вроде и те, и те создаются и исчезают в процессе программы, тем не менее, характер использования различается. Значит, я сейчас напишу вам функцию, которая будет вне функции мы. Потому что функция мы такая большая, она как раз начинается вместе с программой, заканчивается вместе, на сути есть программа, как бы, да? А вот я рядышком создам функцию. Итак, я могу даже иногда не писать, дайте, не буду, вы не пишите, вы все равно понимаете, если это там цинт, цаут, то надо это дело писать, а я не буду писать, по необходимости будете дариться. Значит, что я делаю? Я сейчас сделаю такую функцию, инт, инт, сейчас секундочку, инт, count, инт, counter, count, считать. ну и я здесь передаю туда число n, целое, я думаю, просто вот, что функцию лучше было сделать void. Дело в том, что эта функция будет скорее процедурного характера, она ничего не будет возвращать, void пустой. Это специальный тип, в данном случае return в этой функции со значением быть не может, то есть return здесь с точкой запятой, просто ничего. Эта функция, ему нельзя ее значение ничего присвоить, потому что оно есть ничем. Какой-то динфикатор, потому что функция является по сути процедурой. И я в этой функции count буду заниматься чем? Увеличивать какой-то, выводить все числа от единицы до n включительно. Что я сделаю? Я создам переменную k, положу ее значение в единичку и дальше пока k меньше либо равно n, я буду заниматься чем? Сяу k прогрел и k плюс плюс. Вопрос. И там эта функция вызывается несколько раз. Counter, counter, прошу прощения, от пяти, counter от десяти. вопрос, что происходит с оперативной памятью? Где живут переменные? Вы видите, что в функции main у меня вообще переменных нет. В функции main у меня вообще никаких переменных нет. Есть ли у меня здесь какие-то статические переменные? Нету, ни одной. в данной программе статических переменных нет. Но есть у меня две автоматические переменные и обе у меня возникают на стеке. Как будет работать у меня стек? Стек заполняется от старших адресовок влач. Вот сейчас у меня стек pointer, регистра процессора, он указывает на самый конец стека. И я хочу сейчас выделить просто произошел вызов функции. На самом деле что происходит? Мне нужно вернуться из функции, поэтому мне важно сохранить ее адрес возврата. В питоне я тоже проговаривал, но в данном случае это явным образом легко показать. потому что в C используется тот же самый стек, то есть не отдельно лежащий где-то, а вот тот же самый, который операционной системой выделяет, который и процессор воспринимает как сегмент стек. Вот сюда кладется адрес возврата, адрес возврата, и указатель стек pointer поднимается, регистр поднимается выше, чтобы указывать на верхушку стек. А адрес возврата не имеет никакого наименования, просто какое-то число, которое в стеке валяется себе. 4 байка условно занимает. Условно в смысле в разных даже не в филах может быть по-разному. Дальше. Но дело в том, что а, наврал его. Чуть-чуть наврал. Дело в том, что перед тем, как, собственно, вызывать функцию, мне нужно было куда-то пихнуть вот эту пятерку туда. n создать n и туда пихнуть пятерку. Значит, прошу прощения, набрал. Перед вызовом функции в начале на ассемблере, если это дело рассматриваем, то в начале у нас будет выделено пространство под хранение пятерки, оно будет в программе интерпретироваться как переменная n локальная параметра как бы локальная потом происходит если бы еще возвращаемое значение тоже там бы возвращаемое значение в начале было потом все параметры стопкой валялись под них память выделена разложены значения и только после этого пол вы запустите. В данном случае у меня ничего не возвращает один параметр линтовый и потом соответственно адрес возврата. адрес возврата стэкпоинтер поднимается еще выше а потом происходит уже по мере работы функции выделение необходимых локальных переменных. То есть эта переменная k она появляется в процессе работы функции. Прямо в процессе. Понятно? Я туда закладываю один. То есть вот это присваивание оно происходит когда стартовала функция. Каждый раз. Раз стартовала функция k присвоилась один. Создалась выделилась память на стэке вот наращивание и в нее положили один. Ясно? Когда заканчивается функция у нас происходит заканчивается блок между прочим еще можно сказать что с точки зрения области видимости такой идентификатор k он определен только внутри функции. Вот здесь компилятор скажет i don't know k понимаете? Он скажет неизвестный идентификатор у него область видимости здесь отсутствует. Но правда иногда возникают такие моменты область видимости идентификатора может отличаться от времени существования реальной памяти которая стоит за этим идентификатором. Понимаете? Ну сейчас вы увидите ситуацию я допишу функцию которая будет считать количество собственных вызов. Очень просто. И сразу скажу что так делать не значит смотрите жалко что не могу а да естественно в момент выхода функции это все будет просто очищено а что очищено реальность стирать никто содержимое не будет да оно что оно просто да забудет стек поинтера опустится в диск и все то есть вам никто память реально чистить не будет после того как вы попользовались переменной на стеке автоматически стек поинтеру упадет и все при выделении заново то есть у вас новая переменная появляется у ее содержимое это байты от просто ранее валявшихся там каких-то локальных перемен понятно ну представьте себе что я сделаю промежуточную функцию void f которая только вызывает каунт и больше ничего и здесь вызову эту функцию f то у меня здесь в начале ляжет ее адрес возврата а эти перемены будут выделены немножко повыше в адрес новом пространстве понятно ну и там естественно все собьется то есть байт на байт ровно не придется из-за этого у меня будет полная пауза в интерпретации ранее хранившихся датах то есть никто нельзя рассчитывать что в локальные перемены если мы туда ничего не положим что там что-то лежит у многих в контесте именно на этом фейлились решения не инициализированные значения и у вас на локальном компьютере какой-нибудь код блок загоняет нули так ну так получается в режиме отладки что у него все чистенько там в нулях а на системе тестирование в виджанже там фигня так двигаемся к чему к функции которая считает количество собственных вызовов назовем ее тоже count только count 2 void count 2 значит она ничего не будет потреблять она просто за количество собственных вызовов будет считать а что она будет делать она будет сейчас пользоваться переменной которая валяется вне функции начальное количество вызовов я считаю равным нулю да что она будет говорить она будет увеличивать k и делать xia k в данном случае вот эта переменная которая валяется вне функции то есть прямо на уровне модуля под инклюда она называется глобальная переменная глобальная переменная и тут же я должен вам сказать очень важную вещь внимание глобальная переменная кажется панацеей почему представьте вы вызвали какую-то функцию и у вас она изменилась а естественно глобальная переменная она лежит у меня сейчас где давайте назовем ее k2 чтобы она отличалась от той я назову ее k2 k2 она глобальная переменная что это значит первое что это значит для нас это то в какой момент происходит присваивание когда вот это происходит правильный ответ в момент компиляции программы ну или можно так по-другому сказать в момент загрузки в память то есть это переменная она есть в экзешнике в отличие от локальных она есть в экзешнике уже со своим начальным значением если я пишу сюда 137 там будет 137 понятно оно будет записано и хранится в двоичной системе счисления в дополнительном двоичном коде в соответствующем intu количество by а лучше написать какой-нибудь int 2t ну если хочу конкретизировать в общем понятно в момент загрузки оно отмапится в сегмент дата и у нее фиксированный адрес в памяти у переменной есть адрес памяти понимаете он в данном конкретном случае а1 а1 на всю программу я из любой другой функции могу создать рядом функцию которая тоже увеличивает эту к или давайте уменьшаем да создадим функцию которая ее моет редюсер назовем его редюсер уменьшитель который глобальную переменную к минус минус делает и ничего не предпечатает ну так чтобы увидеть изнутри любой функции можно ну у которой ниже по тексту то есть эта переменная понятное дело она в какой-то момент у вас появляется да у функции которая выше по тексту тилайк выше по тексту вы не можете вызвать эту перемену она вне области видимости да область видимости любого из квиката распространяется вниз по тексту программы понимаете в то же время эта переменная существует как и сегмент дата с момента загрузки там уже валяются ноль себе да и пока программа не закончится ну там какой-то другой будет меняться значительно но эта перемена она не исчезнет понимаете она не исчезает пока сама программа не перестанет существовать в то же время часть функций может ее по имени не видеть да а почему по имени не видят функции которые выше по тексту так устроят компиляторы так это мало что там уже есть кто ну и что а имени ее там нет так устроено что имя любой функции или любой переменной доступно ниже по тексту а выше по тексту он будет говорить unknown identifier правило компиляции а вот если передать тем функциям которые выше по тексту передать ее адрес пожалуйста вообще оказывается с адресами много чего можно сейчас буду показывать подожди давайте разберемся с моделью хранения данных вообще так раз два значит с этим понятно а теперь вопрос а могу ли я а я не сказал я не успеваю рассказывать все темы которые нужны по хорошему я думаю даже курс годовыми сделать в этот семестр на год растягиваю хотя раньше бы бывало успевал давайте главное чтобы у нас откладывалось в памяти лучше мы доберем сами дочитайте чем мы будем пробегать слишком быстро так вот есть еще одна фишка глобальные перемены она приходит с опытом через годы вы можете осознать что глобальные переменные которые кажутся в начале панацеи есть великое зло почему когда вы работаете в вычислительном процессе и хотите сделать несколько нитей выполнения а все компьютеры включая ноутбуки сейчас много фактически процессор то есть на них несколько я да вот маленький компьютер там стоит у слушателя там скорее всего ядра 2.4 ну 2 наверняка а то и 8 в сотом телефоне по 8 ядер бывает я уже не говорю про графические кадры карты там бывает по 128 ядер в процессе но в общем вы хотите сделать ветвление нить запустить для параллелизации процессор ускорить одно на одном ядре другое на другом ядре пошло выполнение то у вас возможно рассинхронизация глобальную переменную и одна нить трогать и другая другая то есть бывает такая ситуация вы говорите давайте я в глобальную переменную напихаю некого контекста а потом запущу функцию чтобы она глядя на состояние глобальных переменных им руководствовалась как ну некоторые руководства есть ну например функция принтер которая пользуется глобальной переменной сепаратор в качестве сепаратора который нужно печатать между значениями понятно а у вас и одна нить и другая нить начинает это делать возникает полный бардак ну есть а и еще тоже неочевидная вещь если функция что-то сохранила в результате глобальной переменной то в момент когда вы им пользуетесь вы об этом не задумывались то есть она это знаете как представьте себе как дядя на заборе написал ну вот вы позвали рабочего и говорите ему твоя задача построить мне забор ну ладно не забор построить мне дом да а он вместо того чтобы просто так брать и руководствоваться только переданными параметрами он еще и заглядывает в какие-то там глобальные переменные а что тут рядом на заборе написано понимаете или в результате выполнения кроме того что он возвращает вам дом или он возвращает он войт а вы должны дом сами прийти и проверить что там вернул он дом или не вернул в глобальную переменную сходите посмотреть что там изменилось значение или не изменилось может оно старым осталось нормальная функция она не должна лазить в глобальные переменные помните я вам рисовал как устроена функция вот параметры входные возвращаемое значение в питоне может быть несколько си одно помните а вот глобальные перемены это как бы мы изнутри функции взяли и полезли куда-то поправить узнать что там в этих глобальных переменах это называется грязные не чистые функции которые что-то делают на самом деле функция которая выводит на экран тоже чистой не является но это уже функциональным языком нас часто не волнует но глобальные переменные это зло там где только возможно надо стараться от них отказаться хорошо но вы должны знать но тем не менее да они имеют права существования и они находятся в сегменте да живут вне функции они еще все глобальные переменные являются статическими слово статические подчеркивают что они живут в сегменте да а может ли быть локальная переменная статической ну кажется что нет видите да я сказал что локальные живут на стеке но я тут не совсем правду сказал локальные переменные по области видимости давайте вот к функции которая считает количество собственных вызовов я забыл кстати здесь к2 вписать ну давайте вот так вот я убираю глобальную переменную не хочу делать глобальную переменную но я допишу слово статик статик int k равно нулю ну а здесь давайте вот так вся k плюс плюс кстати я ее действительно так и назову сейчас той же самой буквой актерин я бы хотел их разделить как-то да но на самом деле можно той же самой буквой k3 давайте k3 оборот чтобы она отличалась что здесь происходит ну во первых никакой редюсер никакая другая функция она знать про нее не будет она скажет неизвестная переменная k такого идентификатора нету почему потому что этот идентификатор k3 объявлен где внутри фигурного блока в данном случае это фигурный блок это тело функции внутри блока у меня описано идентификатор значит время не время жизни а информация о том какому адресу соответствует идентификатор она только тут понятно то есть для любых других функций переменной k3 не существует но за счет того что мы дописали слово static у нас во первых ячейка памяти выделяется во вторых вот это присваивание происходит во время компиляции то есть когда формируется экзешник в нем уже создается ячейка памяти которая будет соответствовать k3 которая будет соответственно вот тут валяться то есть она как бы глобально-локальная правильное название локальная статическая переменная у нее очень ограниченная область видимости локальная но при этом у нее статическая память она живет в сегменте дата если моя функция будет рекурсивной если моя функция будет рекурсивной она вызывает самая себя вместо цикла и считает при этом количество собственных ну условно сейчас не будет там количества запусков вот здесь вот я буду делать если у меня n больше нуля если n больше нуля то count 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 what n минус 1 рекурсивная функция то у меня получается что я сейчас пропуская адреса возврата и считая что все вот это у меня возникнет следующая ситуация у меня одноименных переменных k будет много у меня переменная k раз переменная k два ну я туда один закладываю сейчас везде там будет один еще одна переменная k будет создана то есть по мере углубления в рекурсию на каждом слое рекурсии локальные переменные будут и новые 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 новым адресам памяти соответствующие новые ячейки хранят свои значения кстати собственно параметр n который в рекурсии туда будет реально же создаваться то есть вычисленное n-1 надо где-то сохранить то есть этот параметр он тоже будет под него выделен на память при каждом вызове тут между кашками проложить его надо но я не рисую его уже на самом деле там n тоже разные то есть одному и тому же имени на разных слоях рекурсии будут соответствовать разные реальные ячейки памяти ясно если же у меня статическая переменная статическая переменная я параметр рекурсии введу то у меня ну а допустим я вот прописал ее и тут пишу к3 плюс плюс что у меня происходит у меня эта функция когда запускается увеличивает к3 печатает это состояние к3 на экран n собственно уходит рекурсию то есть если у меня n больше нуля то каунт 2 под n минус 1 в конце он делает к3 минус минус и ну поскольку она войдовая территория вообще не дошли до конца она уходит из функции в данном случае что произойдет в данном случае вот это присвание происходит в момент компиляции ну или в момент загрузки памяти реальная ячейка памяти будет в момент загрузки то есть у меня на самом деле при каждом входе функцию присваивания нулю не будет понимаете то есть вот это вот оно как бы находится на самом деле вот тут но область видимости у нас локальная то есть мы просто спрятали вот эта функция на самом деле она статическая вот и у меня одна и та же переменная к3 лежащая вот тут одна и та же переменная к3 лежащая вот тут соответственно будет увеличиваться то есть эта функция у меня сейчас при входе внутрь увеличивает при выходе уменьшает я что увижу если я запущу свой каунт 2 с каким-нибудь уровнем рекурсии например 5 то я увижу собственно его подсчет он увидит сколько в данный момент запущено как бы слоев этой функции насколько глубоко глубину рекурсии и на каждой то есть у меня это будет меняться счетчик один и тот же понятно или нет много переменных при этом не создается можно вопрос да а если статик перед функцией писать статик перед именем функции внутри класса так же как и переменных внутри класса будет означать другое а просто перед именем функции я вам не скажу чтобы это имело какое-то значение я не знаю смысла по-моему никакого значения потому что все функции они всегда и так статические представьте что функция не статическая но разве что встраиваемая может быть инлайн в качестве альтернативы ладно поехали дальше я немножко вам слова плоско перемен почувствовали себя что переменная ячейка памяти имя ячейка памяти вообще не одно и то же и связь совсем не такая как в петоне а теперь дальше поехали а можно ли вообще иметь ячейку памяти без имени или обратиться и без явного использования имени да память то у нас по адресам правильно правильно а значит мы можем собственно добыть адрес но в петоне мы не можем просто так добыть адрес потому что он слишком высокого уровня он интерпретируемый и там от вас вся низовая вещь скрыт а вот в языке си плюс плюс в языке си соответственно у любой переменной вы можете просто взять и узнать адрес ну вот у вас есть неважно анастатическая или локальная пожалуйста у вас есть переменная x вы можете взять ангерсант x вот эта операция она выполняется не в момент выполнения программ дело в том что ангерсант x это константа это тупо то есть сам x на самом деле когда вы обратитесь в выражении x то в этот момент на самом деле это же не констант это переменная то есть нужно нужно будет по адресу x пройти значение добыть давайте наговорить это словом разыменовать то есть как бы имя разыменовать добыть значение x а вот это что такое это константа она ну если x у меня статический то это вообще константа на протяжении всей программы глобальная константа ее просто можно реально компилировать в сегмент кода этот ангерсант не хранить в сегменте дата вообще то есть это число понятно если локальная то она меняется тогда это да тогда это в момент выполнения программы будет происходить но не судьи важно узнать адрес перемен да пожалуйста ангерсант имя все это адрес а какого типа какой тип у этой штуковины был бы это питон я бы написал type в скобках вот этого принц type узнал но это не питон я так не могу сделать но я вам напишу какой тип в этой штуке у нее тип int звездочка int звездочка а давайте я так сделаю я создам раз у этого выражения вот такой тип ангерсант x имеет тип int звездочка я бы правильно в скобки взять что это как непрерывное надо восстановить читаем тип int звездочка это не оператор умножения это кусок имени типа как long int long long unsight long long несколько слов составляют имя типа в данном случае звездочка является частью имени типа легло раз у меня есть тип я могу создать переменную этого типа могу значит создам вот такой вот тип p переменную переменную p получается что это переменная адресного типа давайте сразу напишем указатель тире переменная переменная адресного типа естественно что указатель предназначен для травонения адресного поэтому давайте ему сразу засунем амперсант x чтобы не произошло случайных ложных интерпретаций капиллятор будет блокировать вот такие попытки если я скажу double звездочка pd специально p double да то есть вот я сейчас вот так double звездочка тип pd имя переменной хотя кстати стандарт кодирования код ставит c++ он предполагает что вот тут пробел ставится а вот тут не ставится хотя на самом деле звездочка относится не к pd а к типу понимаете звездочка это часть имени типа в данном случае да но если я попытаюсь положить в звездочку pd адрес x то компилятор возмутится на самом деле его можно переубедить но он будет против дело в том что указатели разных типов вот у меня есть память в ней у меня есть переменная x которая занимает сколько это байт памяти у меня есть соответственно переменная p которая является адресной и занимает какое-то другое количество байт памяти да то есть я специально сделаю x условно побольше да есть pd вот которая предназначена для хранения адресов дабла а дабл дабл если бы он у меня где-то был ну я могу рядом дабл создать дабл д пожалуйста это я выделил память под реальную ячейку упомянул переменную выделил память да создал переменную значит выделил память не только имя но еще и память причем если я внутри функции написал то это память автоматическая на стеке выделяемая освобождаемая по мере выполнения программы если вне функции напишу это будет статическое соответственно с припиской статик локальная статическая так ну допустим у меня дэр какого-то вообще другого разы условно муха слон да адрес мухи по размеру равен адресу слона понятно и какой-нибудь негодяй в принципе может попытаться в адрес слона пожалуйста я взял и адрес х храню в переменной п я взял адрес х и положил в переменную п негодяй какой-нибудь может взять адрес х положить в адрес слона понимаете при попытке пользоваться переменной pd что нет спасибо в чем проблема возникнет ложная интерпретация то есть я буду пытаться интерпретировать то что лежит здесь как будто это слон понятно мало того что у меня возник ложная интерпретация вот этих байтов вот этих биток я буду вообще по другому я еще и могу вылезти в чужую память понятно поэтому ложная интерпретация памяти это вещь просто очень плохая поэтому компилятор он будет вам сильно возражать он скажет сори нельзя ну в языке C++ можно все если вы очень хотите то вы можете заняться реинтерпретацией памяти и это самый удобный момент вы хотите ночью и хотите интерпретировать эту память как дабл никаких проблем пожалуйста вы можете взять и сказать а я настаиваю давай и дабл звездочка ты адрес слона дабл звездочка адрес амперс ну я здесь c стайл использую поскольку иначе будет не совсем понятно дабл звездочка в скобках амперсант x ну или можно вот так дабл звездочка в скобочках а в качестве параметра которым я отдаю для преобразования типа амперсант это явное преобразование типа помните я в прошлый раз про него говорил я вам питоновский показал и мельком чисто старый сишки вот в принципе еще раз говорю вот эти скобки можно не писать наверное я бы проверил на компиляторе сработает ли вот так скорее всего сработает но я боюсь что вдруг что-то не могу сказать но вот в си стайл вот тут скобки а там не обязательно это точно срабатывает это когда вы говорите я хочу выстрелить себе в ногу понятно я хочу реинтерпретировать память ее да этот указатель вот этот адрес он имеет другой тип а я все равно хочу заложить в этот указатель в принципе в самом по себе хранение указателя в другом типе указателя хранение адреса одного типа в другом типе указателя возможно то есть еще раз как бы карман для хранения адреса слона и карман для хранения адреса мухи одинакового размера адреса одинаковой длины у любых типов даже если у вас тип в гигабайт размером или в один сисфайл сисфайл вот так вот с двумя скобками срабатывает на самом деле я тип просто возьму в скоб так срабатывает можно вопрос если я буду на х указывать указателем на дабл и буду думать что под х на самом деле выделено память и разобрать чем выделено на самом деле есть риск возникнет риск очень серьезный если вы его разоминуете если вы по нему опросите давайте сейчас я вам собру вот этого ОСПД он мне сейчас не очень интересен а мне интересно сейчас поговорить с вами о типах адресов итак внимание я создал переменную хранящую адрес молодец я так так скажите а в этой переменной есть адрес у переменной P есть адрес она переменная переменная значит есть у нее адрес значит он может взять анкерсант P взяли адрес какого типа этот адрес указатель на указатель на int если есть такой тип указатель на указатель на int значит можно создать переменную такого типа по P можно и положить в нее значение этого адреса то есть я имею полное право создать переменную P которая будет типа int звездочка звездочка и положить туда указатель на на то, на адрес указатель ap указатель на указатель на int понятно? можно так? то есть у меня адрес адреса мухи естественно эту эпопею можно продолжить я могу сделать int звездочка 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 ppp для простаты и положу туда адрес pp у них совпадут, то есть адрес указателя на указатель на целое число как раз является указателем на указатель на указательный понятно? теперь вопрос а как мне обратиться? если у меня есть переменная давайте вот здесь справа если у меня просто переменная, то как я обращаюсь? давайте я сяу там это покажу сяу x просто имя упоминание имени переменной уже является разыменованием ее адреса слышали вы? так устроенный язык программирования си что сам факт использования имени переменной уже является разыменованием ее адреса а вот если у меня есть адрес переменной то получится что я в данном случае работаю с этим p и выведу на экран адрес а не то что лежит по адресу поэтому чтобы взять и сказать а я хочу чтобы ты сейчас перед тем как собственно вернуть это на экран осуществил операцию разыменования то есть взял этот адрес и реально по нему прошел то есть представьте себе что у меня есть адрес Путина понимаете адрес пока он у меня есть я могу на него смотреть восхищаться и баловаться да но если я реально по нему попытаюсь пройти да то мне что оперативная система даст сегментейшн полу то есть хранить в указателе вы можете любой адрес любой какой захотите но разыменовать его а как это выглядит вот тут возникает путаница дело в том что операция разыменования это унарная звездочка которая записывается перед именем адрес перед адресом потому что тут не обязательно указать я могу звездочка адресом х написать в принципе хотя странно потому что это операция обратная взял адрес и тут же его разыменовал то есть тот же самый х да понятно так вот эта операция она не безопасная я должен гарантировать что П у меня на часове реальная указка в данном случае я инициализировал его а если бы я этого не сделал создал указатель и тут же разыменовал а у меня что хранится в переменной АП это переменная указатель же переменной что там хранится до инициализации абстрактный мусор который на стеке там валялся ну это все у меня на стеке сейчас как бы я не конкретизирую ну где-то вот что-то там валялось я по этому абстрактному адресу взял и перешел понятно так нельзя операционная система конечно могла все вести взяла в произвольный адрес и записала так двигаемся дальше значит если у меня есть указатель на указатель то есть у меня есть вот этот адрес и хранимое по нему число то что я могу сделать я могу его разыменовать но тогда я получу адрес х то есть если я сюда напишу звездочка пп то я получу адрес х ну то есть то же самое что если я просто выбил п понятно а я сейчас хочу добыть то что лежит по о адрес плане то есть вот эта операция звездочка звездочка п это что двойное разыменование в каком-то смысле два небезопасно ну может вы двойного никогда не встретите но я просто напишу что да возможно пожалуйста а с ппп чтобы его разыменовать придется аж три раза это сделать а теперь смотрите сейчас у вас глаза вы выполняли сейчас только что контекст с массивом пользовались все прекрасно так же как в питоне практически по индексу с нулевого все доступно ребята массивов в языке си плюс плюс нету их нету то есть то что вы видите на самом деле массивом не является int a 10 открываем вам глаза что это такое это смысл а нет какой список а давайте так спросим а какого типа а то есть что такое а ну во-первых можем ли мы что-то присмотрим ответ нет а является константой мы не можем туда ничего не присвоить какого он типа то есть в какую перемену я могу сохранить а в питоне вы бы сказали пожалуйста ну как список да объект который будет списком правда там нет копирования там ссылка была бы создавалась но не суть важна а здесь будет копирование ответ у него тип int звездочка ну const int звездочка потому что он констант то есть а это константный указатель на 10 подряд идущих индук раз два ну давайте я поменьше не рисовать понятно а когда я вот так сделал я создал себе переменную p переменную а это константа а p это переменная то есть это переменная которая хранит адрес куда я скопировал константу адрес блока памяти из 5 int соответственно если я туда сейчас что-нибудь разложу а я разложу 0,1 2 3 4 то есть я туда загнал 0,1,2,3,4 интерпретированные как int ну они соответствуют тысячам да массива как бы на самом деле вот эта вот инструкция она означает что выдели мне 5 int подряд в памяти присвой мне константи а адрес начала этого куска памяти и загони мне в эту память вот эти вот значения никакого контроля за границами использования памяти не будет сейчас вы увидите да вот я скопировал p является аналогом а ну разве что p это переменная а а это констант но я сейчас не буду менять p так вот смотри что я могу сделать с указателем я могу пройти по указателю звездочка p и шурануть туда что не буду да то есть я что сделал я не в p кладу семерку а я кладу семерку куда по адресу p то есть я сейчас шурану куда по в элемент в элемент с индексом 0 первый элемент если в элемент с индексом 1 хотим ну понятно есть указатель а если я хочу попасть и полазить вот тут включается такая классная штука которая называется адресная арифметика оказывается к любому указателю можно прибавить число Если к указателю на int прибавить единичку Ну давай, я пока не буду ничего сейчас я не буду сам b менять я не буду b сейчас пользоваться как переменной я просто возьму, я рассмотрю что такое b плюс 1 причем обратите внимание к указателю нельзя прибавлять указатель умножать, делить то точно нельзя но прибавлять к указателю указатель нельзя, к указателю можно прибавлять число это будет новый адрес который смещен вперед но не на 1 байт а на количество байт size of звездочка p то есть на какой тип он указывает вот столько байт он и сместится то есть p плюс 1 такой ячейки в памяти нет которая хранит, сейчас она у меня в воздухе висит, я его никуда не сохранил но p плюс 1 является значит адресом который указывает на смещение на столько байт какой размер это не важно какого размера ясно? то есть вычислить следующий элемент его адрес никаких проблем p плюс 1 а вы понимаете что а и p это одно и то же да? ну только константы можно так? так можно так нет, нельзя пока сейчас, одну секундочку дам вопрос а плюс 1 это адрес а смещенный на 1 и вперед этот адрес можно разыменовать а почему бы нет? почему бы его не разыменовать? разыменовав его я соответственно уже вместо числа адреса обладаю собственно ячейкой понятно? по этому адресу еще можно сказать так что сам адрес это еще ну не константно а число какое да? а вот ячейка по адресу она l-value выражение l-value то есть это выражение не одно имя но вот это вот все выражение оно содержит раз арифметическую операцию адресной арифметики но тем не менее арифметическую операцию разыменования но в результате вычисления этого выражения возникает значение в которое я могу присваивать почему? за ним стоит реальная память да? в оперативной памяти ячейка то есть я могу видать сюда пихнуть 8 что произойдет? я пихнул 8 смещенный на 1 ячейку как бы массива понятно? ну естественно что если я разыменую а плюс 2 пожалуйста да я доступился к ячейке с индексом 2 а теперь внимание формула оказывается что когда вы пишете а и ты на самом деле это означает что вы разыменовываете а плюс и ты адрес что это означает что я скопировав адрес а в указатель п могу теперь сделать следующие забавные шкучки ну самое примитивное что я могу сделать это взять и например п и ты ну и п 2 что это такое это элемент максимасива с индексом 2 положить туда давайте p3 p3 я туда еще ничего не клал до 10 положу да поскольку p сюда p плюс 3 p со смещением 3 показывает сюда и сюда кладу 10 класс понятно абсолютно это что такое это интерпретируется вот так можно вопрос а информация о линии массив не приходится нигде что угодно попытка обратиться к массиву из пяти элементов мы берем и обращаемся к нему а от 1000 язык не будет вообще даже затрудняться и проверять он возьмет реально вычислит адрес а со смещением в 1000 и попытается шандарахнуть туда 0 естественно что он либо пихнет это в какую у вас какие-нибудь переменные там валяются он случайно попадет в вашу переменную нахреначить память там естественно ложной интерпретации вырвавшись за границу массива в языке си вы получаете непредсказуемое поведение счетчик цикла какой-нибудь или вообще сегментейшн фолд то есть вы попадаете в ту память которая для вашего процесса не размаплена операционной системой она считает что это мы можем создать массив на стеке мы можем в начале узнать значение переменной а потом сказать а создай мне локальный нестатический массив такого размера он на стеке постарается откусить такого количества памяти чем хороша статическая память ее всегда одинаковое количество выяснили чем хороша автоматическая память контроль за ней у компилятора закончился блок пропало переменно все у нас все удобно но оказывается бывает удобно программе явным образом попросить операционной системы ресурс как человек может у государства попросить земли не важно многодетный или просто где-нибудь в Владивосток не в Владивосток на Дальне может быть такой а операционная система она эти ресурсы раздаёт да вот вы говорите хочу 17 байт памяти почему 100 байт 1000 байт мегабайт ну до 2 гигабайт еще там легко хапнуть вот вы можете явным образом сказать new я хочу прошу тебя операционная система дай и дальше что возникает системный вызов системный вызов в конечном счете возникает операционная система либо даст либо не даст а если она не даст процесс на этом не завершается но ему возвращается null в ПТР давайте явным образом я сейчас покажу вам динамическое выделение памяти динамическая память оказывается кроме вот этой памяти которая и так выдана в представлении программы можно хапнуть еще каким именно образом для этого нам понадобится где-то хранить результат а для этого нам как раз и пригодится указатель то есть сам указатель у меня сейчас является локальной переменной но я в него запишу адрес той памяти которую мне выдаст операционная система там очень много например вот так new и сколько идов нам надо вот сколько надо сколько и выделить в чем интересная вещь происходящая с динамической памяти представьте себе что это дело это шло внутри функции она возвращает int звездочка get назову эту функцию и я этой функции соответственно воспользуюсь у меня получается что я выделил память внутри функции из функции вышел а память осталась вот я здесь указатель назову я ее бережно сейчас сохраню здесь я назову этот указатель q вот я здесь явным образом говорю q равно get ну и дальше я что-нибудь с этой памятью делаю в цикле массив фактически можно так и сказать динамический массив то есть этот указатель q у меня сейчас будет хранить динамический массив из 1000 int ясно я могу заполнять пользоваться этой памятью когда она мне перестанет быть нужна я обязан сделать следующую инструкцию делит квадратные скобки смотрите не ю я делал для п а делит для q я освобождаю говорю все спасибо государство я побаловался возвращаю тебе обратно оперативная память освобождает добровольную до того как закончится программа потому что дальше может еще вполне себе продолжаться программа памяти уже отдала частично вот эта память она не автоматическая то есть при входе в функцию выходе из функции у вас эта память автоматически не освободится не выделится понятно вы явным образом говорите выделить новой памяти и сохранить ну представьте что я никуда не сохранил ну глубее ничего нет попросил земли вам реально ее выделили она за вами там числится в реестре а вы про нее знать не знаете забыли ну кстати иногда такое бывает вот например если я вторично возьму вот я сделал q get а потом еще раз написал q равно get то есть я случайно потерял тот адрес куска земли не знаю где он теперь находится понимаете получается утечка памяти а то есть он новый выделил новый выдел стадо не освободил то есть за мной числится уже 2 гигабайта еще 3 гигабайта и потребление памяти такой программы будет расти неуклонно которая делает memory она забывает о каких-то участках памяти которые выделила если она не делает дыр и операционная система глядя на таск ну как сказать на характер процесса вот она загрузилась ей было выдано сколько-то памяти потом она стала ее дополнительно себе запрашивать освобождать все-таки не освобождает в какой-то момент наступает же граница возможного понимаете нельзя же выделять память бесконечно 8 гигов там она в какой-то момент эту программу предложит просто срубить давайте я варить на завершение что ли а иначе вся операционная система начинает тормозить оперативной памяти не хватает на остальные процессы понимаете ну в общем такие программы обычно пользователь открывает таск-менеджер видит какая программа потребляет там пара кликов и больше ей никогда не пользуется грохот и все понятно memory leak это страшная штука но конечно есть ошибки похуже семью тэшнфо плохо именно тем что еще и не заметят программа работает частенько в цикле это бывает но собственно подобным вещам и отслеживанию за подобными вещами будет посвящена следующая лабораторная работа она будет практическая значит что я в результате вам не рассказал много чего я вам не рассказал ребят я вам не рассказал ссылки я боюсь что я продолжать уже не могу хотя пять минут еще задержим ну голосуйте ногами кто надо можно быстро уйти все никто не пошел но давайте расскажу вам тогда про передачу параметров функций по указателю и про ссылки вопрос когда программа завершается то все ее ресурсы освобождаются то есть если я просто завершаюсь я могу в принципе делит не делать но все-таки да и еще есть такое правило крайне желательно освобождать память внутри той же функции где она выглядит хотя по разному бывает есть разные методы мы про это еще обсудим когда классы будем создавать я вам расскажу концепцию времени мало мне надо написать вам передачу параметров вот функцию по указателю итак смотрите чаще всего это бывает нужно для того чтобы изменить какую-то переменную изнутри функции лекция завершится когда уйдет последний когда я вам рисовал функцию помните вот входные параметры вот выходные я сказал что лазить глобальные переменные плохо однако в PC есть такой интересный прием смотри вы передаете внутрь функции не значение переменной а адрес переменной представьте себе что вы туда внутрь сунули адрес x в результате у вас там внутри есть такая переменная p давайте x назовем переменная p которая хранит то есть она эта переменная проживет ровно время существования функции но эта переменная содержит там внутри ячейка x задаст адрес x адрес передает функции этот адрес указывает на переменную которая лежит вне функции неважно статической автоматической или динамической памяти но вне функции то есть она где-то там валяется и вы сможете изнутри функции пользуясь представьте себе либо вам дадут как сказать какую-то определенную сумму денег либо вам дадут из сейфа либо вам дадут адрес сейфа если вам просто дали копию как бы копию денег которые там были переменная копируется создался параметр вам скопировали то вы можете поменять локальную переменную ну а та переменная которую вы передали от этого не изменится показываю у вас есть функция плохое место не видно черти аудитории из этой тумбы значит тут простите меня пожалуйста тумба села полностью в итоге значит я создаю сейчас функцию мы и так сейчас что я делаю я создаю переменную x как я и хотел да и я эту переменную передаю в функцию changer и делаю shout x функция которая по идее должна была бы изменить сам x но этого не получится потому что в языке c++ параметры передаются по значению то есть там внутри функции changer внутри функции changer у меня будет создан я назову его специально по-другому я его тут назову так вот если я его там изменяю то я меняю локальную переменную то есть создается новая переменная n в нее копируется значение x и оно изменяется а потом выкидывается говорят выкрасить и выбросить понятно а я так хочу чтобы менялся не копия значения в отдельной переменной а сам x что я могу сделать я могу передать туда что адрес x явным образом ampersand x видно я адрес x сую в changer ясно там внутри я его принимаю в переменную указательного адресного типа в указательном переменную адресного типа и тогда я разыменовывая это p его увеличил кстати вопрос у меня две унарные операции плюс плюс и звездочка какая выполнится раньше честно я не помню поэтому я на всякий случай поставлю скобочки они же обе унарные они обе высоко приоритеты а то он увеличит адрес уже правда да именно так поэтому в данном случае лучше вот не пренебрегать скобочки поставить ладно возвращаемся там с точкой это будет иметь особенное значение я потом покажу с указателем понятно а теперь вопрос задалбывает программистов задалбывает каждый раз писать а здесь каждый раз при использовании этой переменной передней звездочку а если ну не хочется то есть хочется иметь изменяемую параметру вот всех чистых этого делать нельзя а в плюсах скандаля а давайте создадим у нас звездочка была и как оператор и как имя типа а это получается это не оператор это именно часть имени типа это тип ссылки в данном случае я даже не буду писать потому что это ссылка то есть давайте я назову его Y это альтернативное имя той же самой ячейки памяти понятно или я могу сказать так всегда разыминованный указатель то есть вот эта штука называется словом ссылка она как бы всегда разыминованный указатель то есть она всегда означает но новой переменной никакой не создается то есть Y всегда то же самое что и передали а здесь не надо пересылать то есть мы просто X отправляем и все и он будет меняться то есть аналог слова варф паскалин да а как что копируется функция в этот момент указатель на самом деле тайно от вас создается указатель как он называется неважно который хранит адрес X но каждый раз когда вы поминаете Y этот указатель разыминовывается то есть это действительно всегда разыминованный константный указатель если у указателя можно сделать P++ то есть его можно изменить то этот адрес он всегда он раз уж стартовала функция с этим адресом X то как инициализировался как ссылка инициализировалась такая она и будет до конца существования Y то есть когда второй раз чейнджер будет вызван у меня будет да можно с другой переменной то есть чтобы ссылаться на что-то другое ссылки в принципе могут быть вне функции использованы если у меня есть какой-нибудь условный там то что я сказал массив ну ладно я буду использовать слово массив массив А я могу создать ссылку уже пошел купилки-палки точно ладно сейчас я имею право в принципе вот X сделать ссылкой на что ну например на какой-то там элемент этого массива то есть X у меня будет синонимом элемента с индексом B ясно? но передавать нам все равно адперсант X надо будет нет просто просто вот в данном случае просто да уже понятно ладно ребята на этом мы с вами завершаем спасибо аплодисменты 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 а